Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с Днём Международного Служения. Меня зовут Роман, и я, как многие из присутствующих, служу в церкви Виллингдон в Международном Служении, а именно в отделении для русскоязычных. Мы продолжаем разбирать послания апостола Павла к римлянам. Если вы вдруг забыли, как меня зовут, не переживайте. Просто вспомните, какое послание мы разбираем последние несколько недель. На английском оно пишется «романс». Иногда мне кажется, что Павел писал лично мне, но мне и другим романам. Наш сегодняшний отрывок из Писания говорит об исполнении Божьих обещаний. Данных как Аврааму, так и нам. Из текста мы видим, что Божьи обещания становятся реальностью через веру. Благодать Божья работает через веру, не через закон, не через какие-то дела, которые мы совершаем, а через веру во что-то. Но это особенная вера. Ее особенность в том, что она производит праведность. Когда мы говорим о праведности, то имеем в виду не что-то абстрактное, о чем говорят религиозные люди, а определенный образ жизни, который выражается в определенном поведении. В своем послании Павел подчеркивает, что эта праведность — это неотъемлемая часть нашего спасения. Например, в следующей главе он говорит, что обещание вечной жизни держится на благодати, которая царствует через праведность. То есть нет праведности — нет вечной жизни. Ставки весьма высоки. Нам нужно как-то заполучить эту праведность. И Павел говорит нам, что это можно сделать только через веру. Я думаю, нам с вами важно выяснить, что это за вера, что это за особенная вера, которую имел в виду Авраам. Скорее всего, вы знаете эту историю. Авраам и его жена Сара оказались в отчаянной ситуации. Сара была бесплодна, и они не имели наследника. И к тому же и Авраам, и Сара стали уже довольно старыми. Затем Бог пообещал Аврааму, что произойдет невозможное. У Авраама не только будет ребенок от Сары, но еще он станет отцом многих народов, и его потомков будет так много, как звезд на небе. Вот так обещание. И Писание говорит, что Авраам поверил Богу. Вот и все. Вот так все просто. Он просто поверил. На самом деле, все не так просто. Давайте поговорим, что произошло. Во-первых, отношения между Богом и Авраамом были весьма необычными для того времени. Конечно же, в то время люди верили в богов, но отношения между людьми и богами были скорее деловой необходимостью. Людям нужен был дождь, богам нужна была еда. Поэтому люди приносили жертвы, чтобы получить желаемое. Но Бог, который явился Аврааму, не нуждался ни в чем. Сам Бог инициировал разговор и пообещал благословить Авраама, а Авраам поверил Богу. А что в этом такого необычного? Давайте прочитаем один стих из книги «Второзаконие». «И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь». В книге «Второзаконие» мы видим, что Богу постоянно приходилось напоминать своему народу, что его намерения по отношению к ним были хорошими. Почему? Потому что, несмотря на все религиозные ритуалы и действия, люди все же не верили в то, что Бог действительно заинтересован в их благополучии. Но почему? Потому что их вера в доброго Бога была утрачена. Мы утратили эту веру в Эдемском саду, когда Адам и Ева усомнились в доброте своего Создателя. И с тех пор все человечество предрасположено к недоверию Бога. Да, религиозные люди могут сказать, что Божьи заповеди хорошие, и они имеют смысл, а также их можно использовать в качестве этической системы. Но глубоко внутри люди не верят, что все, что делает Бог, Он делает из любви к нам. Глубоко внутри мы сомневаемся, что когда Бог просит нас о чем-то, то это для того, чтобы благословить нас или сделать для нас что-то хорошее. Но Авраам поверил в это. Он нашел то, что потеряли Адам и Ева, а именно веру в доброго Бога. Мы видим, как в этом человеке, Аврааме, была поставлена вера в благодать Бога. В Евреям 11.6 сказано, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Такие верующие, как Авраам, это не суперлюди, а спасительная вера. Это не какая-то суперсила. Это весьма рациональное убеждение, рациональность, которого весьма проста. Бог благ. Он желает добра своим детям, Он желает благословлять, и есть награда за то, когда мы находим Его. Если мы в это верим, мы Его ищем, мы послушны Ему и ожидаем вознаграждения. Именно так и сделал Авраам. Во-первых, Авраам поверил с надеждой, вопреки безнадежности ситуации. Авраам не был наивным человеком, может, у него и не было доступа ко всей той информации, что мы имеем сегодня, но он был достаточно мудрым, чтобы понимать, что мертвые остаются мертвыми, а бесплодные женщины, которые уже вышли из детородного возраста, не могут иметь детей. Но Авраам поверил. Если Бог сказал что-то, если Бог что-то пообещал, то на Его обещание можно положиться больше, чем на собственное понимание окружающего мира. Он поверил, что Божьим обещаниям можно доверять, даже если предложенные обстоятельства говорят другое. Наш текст говорит, что вера Авраама была засчитана ему в праведность. И это случилось, потому что он был полностью убежден в том, что Бог способен сделать то, что он пообещал. В оригинальном тексте сказано, что Авраам поверил не только в способность Бога, но и в Его верность, и в Его намерение. Авраам поверил, что Бог верный. Вот что такое вера. Это доверие Божьей любви, Его благое воли для нас, и Его способности, и Его намерению исполнить Свои обещания. Иными словами, Его верности. Но как все это ведет к праведности? Предположим, мы верим, что Бог добрый, и Он может сделать то, что пообещал. Но как это может сделать нас праведными? Напоминаю, что мы говорим о праведности не в каком-то мистическом или символическом смысле, а о настоящем, христовом поведении, которое мотивировано христовым характером. Не так давно пастор Рей проповедовал серию проповедей под названием «Прекрасный путь». Это была серия о нагорной проповеди Иисуса, и она очень сильно повлияла на меня. Иисус учил о Царстве Божьем и о том, какие люди могут там жить. Одна из тем, которую затрагивал Иисус, это прощение. Давайте представим, что я человек, который пытается достичь праведности через послушание закону, но без веры. Итак, я слышу заповедь «Прощайте». Но есть одна вещь, которой вы обо мне не знаете. Напоминаю, что я говорю гипотетически, только в качестве примера. Вы не знаете обо мне того, что я такой человек, который совсем не любит прощать. Мне больше нравится сводить счеты с людьми. Предположим, что мне нравится наказывать людей, когда они обижают меня. Мне нравится заставлять людей страдать за то, что они обидели меня. Но я слышу, как Бог говорит «Прощайте». Мне не нравится то, что я слышу. Я не хочу прощать, но я должен. Я хочу попасть в Царство Божье и зная, что праведность — это ключ, а Бог — это босс, и нет смысла спорить с ним. Он придумал правила, поэтому я принимаю их. Затем я спрашиваю, а сколько раз я должен прощать? Вот я и выдал себя. Я хочу быть праведным, но при этом не быть прощающим человеком. А что, если бы у меня была вера? Если бы я поверил, что в прощении или в том, чтобы быть прощающим человеком, суть жизни с прощающим Богом. Прощение все еще может быть трудной задачей для меня, но если я поверю, что быть тем, кто прощает всех, всегда и за все — это дверь в Царство, если я поверю в это, то перестану считать, сколько раз я простил кого-то, а вместо этого буду проверять себя, чтобы увидеть, осталось ли еще непрощение в моей жизни или какой-то непрощенный человек. растущее прощение в моей жизни станет частью меня. И даже когда будет трудно, я всегда буду стремиться к прощению. Видите, что произошло, когда я поверил? Природа и праведность Бога, который во Христе простил нас, становятся и моей праведностью, когда я становлюсь прощающим человеком. Еще один пример. Иисус также говорил, «Люби ближнего, как самого себя». Давайте я снова буду плохим парнем. Предположим, что я такой человек, которому нравятся только такие, как я. Я держусь людей, которые согласны со мной во всем и имеют такое же мировоззрение, как и я. Я могу даже сказать, что люблю этих людей и не против когда-то помочь им, если возникает такая потребность. Но меня мало волнуют другие люди, которые не похожи на меня и не разделяют мои взгляды. Я не могу сказать, что ненавижу их, я просто не хочу с ними общаться. Может, я даже и ненавижу кого-то из них. А если у них трудности, мне очень жаль. Но это их проблема. От меня они помощи не получат. Но затем я слышу заповедь, «Люби ближнего, как самого себя». И я снова в непростом положении. Бог-босс, праведность необходима. Но я не хочу становиться любящим человеком, особенно если мне это чего-то стоит. Поэтому я спрашиваю Бога, «А кто мой ближний?» Видите, что я снова пытаюсь сделать? Я хочу ограничить число людей, которых я должен любить, выбирая тех, кого мне проще любить, чтобы я мог оставаться тем, кто я на самом деле, тем, кто в целом не любит людей. А что, если бы у меня была вера? А что, если бы я поверил в Сына Божьего, который полюбил меня и отдал себя за меня? А что, если бы я поверил, что если я буду подражать этому Сыну Божьему и стану человеком, который любит людей, даже если это потребует от меня жертв, то я смогу войти в жизнь с Богом, который и есть любовь? Если я поверю в это вместо того, чтобы ограничить число людей, которых я должен любить, то я реорганизую мое время, мои финансы, мои приоритеты и всю мою жизнь, чтобы я мог демонстрировать любовь Божью всем людям. Когда я буду так делать, праведность Христа, который умер за меня и отдал себя за меня, постепенно станет моей праведностью. И все это благодаря моей вере. Иисус закончил свою Нагорную проповедь таким предложением. Если кто-то хочет следовать за мной, пусть отречется от себя, возьмет свой крест и идет за мной. Умереть для себя кажется невозможным или, по крайней мере, невероятно сложным. Но что, если у нас есть вера в Бога, который любит нас и хочет нас спасти? Наша вера помогает нам посмотреть на эту просьбу Бога в совершенно другом свете. Мы начинаем понимать, что смерть для себя — это важная часть спасения, предлагаемого Богом. Если мы имеем веру, то смерть для себя становится путем к жизни с Богом, не списком невыполнимых заданий, а дверью, через которую мы входим в вечную жизнь. Сегодня мы чувствуем международное служение, которое является частью церкви Виллингдон. У нас есть представители разных рас и народов, которые приехали сюда со всего мира. Включай английский. Мы поклоняемся Богу на 12 языках, и мы делаем это вместе. Мы вместе служим, вместе ездим в миссионерские поездки, и мы стараемся вместе следовать за Иисусом. Но это далеко не типичная картина для современного мира. Сейчас мир разделен так, как никогда. Мы видим среди представителей разных народов все меньше и меньше готовности приходить к общему мнению. Но почему у нас в церкви получается быть вместе? Из-за нашей веры? Мы верим, что Авраам отец всем нам, потому что у нас та же вера, что и у него. Мы в нашей церкви верим, что Царство Божье будет выглядеть именно так. Представители разных народов служат и поклоняются Богу вместе в любви. А еще мы верим, что Царство уже здесь, и вечность уже началась для нас. А поскольку мы верим в это, то мы решили уже сейчас жить так, как в Царстве. Без такой веры, как у Авраама, невозможно угодить Богу. Мы спасены по Божьей благодати благодаря этой самой вере. Возможно, вы спрашиваете себя, а как я могу иметь такую веру? Или как я могу иметь ее больше? Вера, о которой мы говорили, это подарок от Бога. Мы не можем воспроизвести ее по собственному желанию, но мы можем попросить ее или поставить себя в такое положение, когда мы готовы принять этот подарок. В этом же послании Павел говорит нам, что вера приходит от слышания, а слышание — от слова о Христе. Когда мы слышим и думаем о том, что сделал для нас Христос, что-то происходит. Вера в Божью доброту и верность начинает восстанавливаться в нас, и мы верим и слушаемся, а затем изменяемся и спасаемся. Давайте помолимся. Отец, мы просим о даре веры, той же, что была у Авраама. Мы хотим быть способными верить в Твою доброту и в Твою верность. Мы хотим иметь веру, которая подталкивает нас к действиям и заставляет нас искать Тебя, потому что мы хотим найти Тебя и хотим получить Тебя в качестве награды. В имя Иисуса. Аминь.